Я уехал с юга Франции, не из Парижа. И уже побывал в вашем Бресте. Сейчас Минск, а через еще почти 2000 километров финальная точка. Иваново. Я преодолеваю путь Нормандии-Неман. Французы плохо знают этот исторический отрезок. И я раньше не понимал, почему буржуазия выбрала в союзники Советский Союз. Почему они вообще решили сражаться и рисковать с жизнями, будучи французскими аристократами, а не солдатами? Но потом я осознал в каком-то смысле дух французов той эпохи. Это и повлияло на мое желание проехать по тому самому пути. Говорите путешествия? Еще какое. Вот это те самые пилоты из полка Нормандия-Неман. Я служил в иностранном легионе, правда, не был пилотом. Летчики и механики этого полка были храбрыми и написали действительно красивую страницу в истории наших народов. Вы знаете о Марисе Досене, французском буржуа и пилоте, который, рискуя собой, спас своего механика по фамилии Белозубов. Таких историй немало. В 100 километрах от Иваново живет механик, которому уже 93 года. Одна из моих целей – обязательно встретиться с ним. Я так тороплюсь, что еду уже на 4 дня быстрее своего плана. Этот велосипед вмещает много багажа и хорошо подходит для такого путешествия. Я абсолютно автономен. Это важно, учитывая, что я ночую не в отелях, а в лесу. И это не вопрос цены. Когда я начинаю чувствовать усталость, то просто нахожу подходящее место и устраиваю там ночлег. Сейчас бывает холодновато, но так мне все равно удобнее. Сейчас подумаю, что бы вам показать. С собой у меня много специальной еды, вроде питания космонавтов. Вот самое типичное – саше. Сюда нужно просто добавить воды. Блюдо увеличивается в размере и можно есть. Я взял и устройство, чтобы греть воду. Здесь еще буханка белорусского хлеба. Не знаю, что написано на этикетке, но вкус отличный. Еще у меня с собой, конечно, спальный мешок и все необходимое для моего велосипеда. Дороги я пользуюсь навигатором, но когда он дает сбой, еду по обычной карте. В среднем в день проезжаю примерно 100 километров, но это зависит от погоды и от моего самочувствия. Усталость? Нет, это не проблема. Ведь на самом деле моя цель проста – повторить хотя бы географически тот путь, который прошли героические французские пилоты, чтобы о них не забывать. Нет, это не проблема. Нет.